Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Тонкая копия, она шагает, марширует. Марширует. Хорошо. Защищаем ее физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем датцы в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией датцы поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приостуем датцы. Интересуемся, готов ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Накивает. Я даю команду. Так, что-нибудь надо убрать, Вера. Да, у нее какая-то накидка. Хорошо. На голове и вниз идет до пола. Скэнер просканирует пространство над головой. Отключи эту накидку. И в ее биороботе вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами, энергиями, выводи это все из биополя. И все, что выходит, формируется в шар. Накидка вышла, она перестала маршировать. Хорошо. Пот вытирается, лба говорит устала. Датцы, вы в курсе, что это за накидка, кто мы ее поставил? Нет, она не в курсе. Хорошо. Сейчас найдем. Даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой. Датцы под ногами 360 градусов вокруг нее. Тем тонких тел Датцы находит все. У нее бес. Бес. Джин. Джин. Инсектоид. Есть. Синий дракон и гуманоид. Хорошая команда. Чья это накидка? Гуманоида. Хорошо. Откуда ты гуманоид? Ута. Ута. А что это ты устроил здесь с маршированием? Так больше энергии выплескивается. Хорошо. Село моего намерения. Гуманоид начинает маршировать в клетке тюрьмы. Ну он марширует, говорится, чем остановит. Как зачем? Причина. Мне нужна моя энергия. А я использую ее энергии в своих целях. Ты воруешь ее, эти энергии. А я восстанавливаю справедливость. Что здесь непонятного? Че тебе не нравится? Гуманоид суты. Сколько ты находишься в этом биополе? Простите, остановите. Останавливаю. Итак, сколько ты находишься в этом биополе с этой накидкой? Три года, три месяца. Три года, три месяца. Скэнер просканирует. Три года, три месяца. Четыре года, три месяца. Скэнер просканирует полную душу датцы на настоящий момент. Считает цифру синего дракона над головой? 2732. Сколько находился в биополе дракон? Два года. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы буду задавать всем вопросы, вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии ДАЦИ спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкооперационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Пошел процесс, и я спрашиваю, у кого есть контракт с ДАЦИ, из присутствующих? Джин. Какой у нас Джин? Посмотри, Вера. Золотая, 78, 11. Сколько ты находишься в этом биополе, Джин? Пять лет. Джин, ты делаешь человека банкротом, ты забрал у него все деньги, она делает пустую работу, ты подкидываешь ей энергии. Идеи. Она с этих идей ничего не имеет, кроме головной бумаги. Пустоты. Абсолютно верно. Хорошо, что ты мне подсказываешь. В чем причина? Контракт. Хорошо. Объясни мне за этот контракт. Как он пришел к заключению? Мало ей было идей, я подкидываю. Она вырабатывает энергии, я богатею. Я это понимаю. Меня интересует момент заключения контракта. Она тебя просила о своей помощи. С какой вещью ты попал к ней? Она слышала ее желание на тонком плане и пообещала существовать. И она дала свое согласие. Или ты бесцеремонно просто вошел в ее биополе, воспользовавшись ситуацией, что человек не владеет своим физическим телом. Она дала согласие в красивом сне. Да, отца, вы в курсе этого красивого сна, в котором вы заключили контракт с Джином? Нет. Итак, Джин, контракт был заключен обманом, он сегодня будет расторгнут. Посмотри, пожалуйста, цифры у беса над головой. 9. Сколько ты находишься в биополе, бес? Год и два месяца. Сколько находится инсектоид в этом биополе? 12 лет. 12 лет? 13. 13? Ничего себе. Сколько ты инкубаторов уже в ней сделал? Третий строится. Третий. Так, хорошо, как у нас с реверсом, Верочка? Посмотри, пожалуйста. Закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Датца забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Датца. Она хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно. Кто из вас присутствует на земельном участке и там, где живет Датца? Мы сегодня чистим это все. Синдракон устанавливает платы в куполе. Это он устанавливает. Хорошо. Он недавно там. Хорошо. Причина. И еще кто? Бес? Нет, он говорит, там свои есть. Хорошо. Значит, один синий дракон присутствует там, где живет Датца. Меня интересует причина подключения к этому куполу. Понятно, там собирается много людей. Что ты там устанавливаешь? Как оно воздействует на них? Они медитируют там. Идут энергии запросы в мои платы. Собираются. И дальше? Насыщаются энергиями гармоничными. То есть дальше этого купола их желания никуда не уходят. Ты все ловишь прямо на месте, да? Не всегда. Иногда через мои платы я показываю кому-то больше, кому-то меньше. Кто-то не достигает состояния. Но это больше развлечение для тебя. Ты же не учителем себя считаешь. Понятно, конечно. Это развлечение. Хорошо? Реверс закончился. Хорошо. Скэнер просканируй полноту души. Датцы на настоящий момент. Хорошо. 2% находилось в этой накидке. Идем дальше. Начинаем сейчас с вытаскивания того, что вы оставили в биополисе. Дракон, с тебя начнем. Выходи. Вытаскивай свои платы. Отключайся полностью. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Доклады о готовности к проверке. Проверка будет проведена скэнером несколько миллионов герц. Если что-то останется или вы забудете, вы просто сгорите по каналам. Я вас предупредил. Он снял платы. Хорошо, инсектоид. Выходи. Вытаскивай свой инкубатор. Крепление. Все, что там есть. Энергия. Ты была ответственна за подъем веса у человека? Подъем и застой. Подъем и застой. Хорошо. 13 лет большой срок. Она, видимо, твои энергии уже воспринимала за свой за этот срок, да? Вес наращивался с наращиванием инкубаторов. Понятно. Хорошо. Теперь Датса знает и вторую причину. Но вы не спи. Джин, выходи. Тебе не надо. Собирай всю свою пыль. Подключки вытаскивай. Ничего не забывай. Приступай. Готово. Бес, скажи мне, где находится лярва в биополе Датсы? Ниже вата находится лярва. Там, где инсектоид сидел, да? Или туда? Да. Понятно. Хорошо. Выходи. Хочешь получить эти лярвы? Хочешь. Выходи сначала, собирай все, что ты оставил в ее биополе. Объясни мне, как оно действовало на ее самочувствие. И после этого доложи мне, я дам тебе отдельную команду на лярвы. Приступай. Ну, он вытаскивает, как нитка какая-то. Но она соединяет две ноги. Когда она шагала, она вырабатывала физические энергии, физические боли, усталость. Гуманоид, скажи мне, сколько она маршировала? Реально, по времени. Последние три года, где-то больше, где-то меньше. Три года. Хорошо. Ждем, пока бес все вытащит. Не всегда в одном темпе. Ну, это ты сам ставил, как тебе удобно. Но постоянно. Бес снял свои подключки. Хорошо, бес. Разрешаю тебе забрать селярвы. Снимай. Ничего не забывай. И возвращайся назад. Приступай. Не, на играх лярвы. Он их трогает. От марширования, конечно. Стекало туда все. Вот этот ход, что она вытекает, горла с лба, все стекало у них. Все понятно. Блестящие, жирненькие. Бес, а на какую частоту ты зашел, скажи мне? Что тебя притянуло к ней? Суета. Суета. То есть это постоянно, как это можно еще другими словами описать? Желание что-то делать или нежелание что-то делать, но не знаешь, что делать? В пустую. В пустую. Хорошо. Ну тут джинн входит в игру, конечно. Хорошо. Тебя интересует эмоциональный фантом? Да. Мы вернемся чуть позже к этому моменту. Итак, Пес все снял, все все сняли. У гуманоида что-то осталось на его частоте? Посмотри. Осталось. Хорошо. Гуманоид тебе выходить не надо, вытаскивай все, что осталось. Скеннер, просканируй то, что он оставил. В следующий раз выводи это вместе со всеми подключками. Это на голове, как ореол. Снял. Хорошо. Все все сняли. Даю команду на рассинхронизацию дации с гуманоидом, его накидкой, бесом, джинном, инсектоидом и синим драконом. Пошла рассинхронизация до 100% и заканчивается автоматически. Готово. Включаем внутренний белый свет дации и этим светом она выдалит и все негативное патогенное низкоэбрационное находящееся на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит и формируется перед ней в шар. Вышел небольшой. Открывая под ним воронку в галактическое ядро шар уходит на переработку. Закрывая печатаю и растворяю. Так, у нас контракт с джинном, поэтому нам придется сейчас приступить в первую очередь к этому аннулированию контракта, иначе мы не сможем отстегнуть канала. Хорошо. По закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями Дация должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки выразить это намерение. Она готова это сделать? Готово. Я говорю в слухе я тонкая копия, и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. У меня вышел контракт с джинном от золотой. Золотой контракт. Хорошо. Дация, вы готовы расторгнуть контракт с джинном? Готово. Повторяйте за мной. По закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Да, есть. Вернулась энергия. Хорошо. Открывая воронку в галактическое ядро и все аннулированные контракты, а также все старые отработанные контракты и фантомы все уходят на переработку. Закрывая печатаю и растворяя. Готово. Хорошо. Возвращаемся назад к нашим каналам. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Отхожу к дации и помогаю моей энергией и отстегнуть канал на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая печатаю растворяя. Есть. Хорошо, без. Я сейчас буду зачитывать частоты, вытаскивая эмоциональный фантом. Назовешь мне пару частот, которые являются основными, из чего все вытекает. Все понятно? Да. Выходит эмоциональный фантом дации, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низкоэбрационную эмоциональную энергию. Низкоэбрационная ересь, генерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Депрессивное ощущение одиночества, а еще у нее есть страх. Страх. Страх потерять. Материальные блага. Материальные блага. И еще у нее есть страх остановиться. Понятно. И отстать. Все понятно. Я понимаю. Хорошо. Дации, вы все слышали. Вы готовы расстаться с этими энергиями? Готово. Сворачивайте энергии, отправляй без. Готово. Хорошо, без. Буду тебя отпускать на земельном участке, ты не присутствуешь. Больше к ней не приходи. Все понятно? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса 1, 2, 3. И бес забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Инсектоид готово уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида 1, 2, 3. Инсектоид забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Синий дракон и Джин, я сейчас открою вам два портала в дом, там, где живет Даци, и на земельный участок. Вы пойдете туда, соберете все, что вы там оставили. Я приду, проверю, отправлю вас на вашу чистоту. Все понятно? Понятно. Открывается два портала в дом, земельный участок Даци, 1, 2, 3. И Джин уходит в один портал, синий дракон уходит во второй портал. Закрывай, опечатывай, растворяй оба портала. Джин не идет, его там нет, только синий дракон. Ах, у него был контракт, понятно, хорошо, закрывай портал Джина. Хорошо, Джин, еще лучше. Ты понимаешь, мы будем все запечатывать в этом доме, мы ее будем защищать и будем проверять. Если ты еще раз придешь, я тебя второй раз встречу, ты потеряешь все. Тебе это понятно? Понятно, да. Готово ходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина, 1, 2, 3. И Джин забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, опечатывая, растворяяя. Не есть. И у нас остался любитель маршировать. Гуманоид, я не знаю, что с тобой делать. У тебя есть что-то предложить? Спустить. Нет. Тут два варианта. Путо ждет. Путо ждет. В моих руках появляется шар живой плазмы. Живая плазма тебя ждет. Гуманоид. Вот в чем проблема. Если у тебя есть что предложить, я могу передать тебя в межгалактическую полицию. Если у тебя ничего нет, ты уходишь. Ты для меня не играешь никакой роли. Убивать ты не можешь. Полиция мне не нравится. Отпусти на мою частоту. Нет. Третьего варианта нет. Убивать я могу. Если мне дац и дац свое согласие, дать тебе этот шар живой плазмы, засунуть тебе ее в знак благодарности за это марширование последние три года. Я ее еще пока не спрашивал, но я ее спрошу. Если она скажет да, на этом все заканчивается. Если тебе нечего предложить, ты не представляешь никакой ценности вообще. Базовая полиция. Я договорюсь. У тебя есть что предложить? Я спрашиваю. Предложу. Хорошо. Илья, прошу тебя войти со мной на связь. На связь. Я приветствую тебя. У меня здесь гуманоид Суты. Четыре года, три месяца сидел. Конструкция стояла. Вернее, человек маршировал три года последние. Он очень хотел попасть в межгалактическую полицию и предложить что-то вам для своего обмена. Мы заберем на проверку. Хорошо. Благодарю тебя. Набрали. Что осталось в клетке? Накидка. Открывая под ней воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывая печатаю, растворяю. Хорошо. Все. Всех забрали. Все ушли. Поехали по частотам. Есть. На счет три. Запускаем процесс активации идентификации души. Один. Два. Три. Пошел процесс. У нее солнечная душа, золотая энергия внутри. У нее куратор в комнате. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя ДАЦИ. Представьте, пожалуйста. Показывает рукой завершить. Хорошо. Мы закончили. Активация прошла. Хорошо. Создаем зачистку. Готово. Хорошо. ДАЦИ, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете после освобождения? Великолепно. Уверенно себя чувствую. Отлично. К вам пришел... Не могу понять. Я что-то знаю. Сейчас, возможно, вы что-то узнаете. К вам пришел ваш куратор по своей инициативе. И мы даем слово куратору. Приветствую всех в этой комнате. Я сразу извинюсь за то, что пришел без приглашения. Без проблем. Но мне нужно передать определенную информацию, которая поможет в восстановлении проведенной работы. Пожалуйста. Душа открылась. Душа солнечная. И это солнце внутри тебя составляет твои солнечные энергии, как стержень, золотые лучи. Именно за ними охотился Джин. Именно они вернулись с контракта к тебе назад. Пользуйся своими солнечными энергиями, как стержень и уверенность внутри тебя. Не забывай, что для многих людей ты как солнце. Не очерняй и не тушь свои энергии внутри. Именно это я хотела передать. Это важно. Мы это передали. Вы не могли бы представиться, как нам к вам обращаться? Я представлюсь в следующий раз. Хорошо. Не хочу вас задерживать. Вы нас не задерживаете. Кураторы приходят в экстремальных случаях по своему желанию. Мы с таким уже встречались. Но вы, уважаемый куратор, не знаете. У нашей комнате диагностики есть очень добрая традиция. Все, кто к нам приходят, все кураторы, учителя всегда получают от нас один определенный подарок. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами, которые только есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора. Будет ли он так любезен принять этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь, за его визит. Просто добрые воспоминания об этой встрече. Великолепное принятие куратора. Такая традиция. Очень удивлен и восхищен. На солнце знает нашу традицию. Этой встречи. Замечательно. Уважаемый куратор, я понимаю, мы оставим все остальное до того момента, когда Дация сама... Когда будет намерение. Когда у нее будет намерение, когда она обработает всю эту информацию и когда будет готова к встрече с вами. А мы поможем со своей стороны эту встречу организовать. В этом случае я говорю привет солнцу от нас с Верой. Мы рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Мы готовы убрать преграды и мешающие открыть эти двери, в которые они пойдут сами. И мы говорим до скорой встречи, уважаемый куратор. Благодарю вас. Во благо. До скорой встречи. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо, Дация. Вот такой подарок вам ваш куратор сегодня предоставил. Заходите, задайте ему вопросы со временем, обращайтесь. Мы вам поможем. Хорошо. Великолепный подарок. Вла и изнутри. Это уверенность. И золотой стержень чувствуется. Эти энергии воровали сущности, потому что их нужно защищать. А чтобы их защищать, надо знать себя. В этом и есть весь принцип. Хорошо. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. И сразу перейдем к чистке двух домиков и купола. На счет три возвращаем тонкую копию ДАЦ в ее систему Биоробот Душа. Один, два, три. Заводим. Подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаясь от объекта.